Всем привет, друзья! Это IntelChainers SuperCup. У нас финал сетки лозеров. Это финал сетки лозеров. Играют Хасоопс и ESC Гуди. А комментируют, как всегда для вас, велат и украинстар. Ну что ж, Lost Temple выбирают игроки, ближние респауны. Честно говоря, я не могу сказать, для кого все-таки это плюс будет. Очень сложно на этой карте все это говорить. Ну, возможно, для Протаса, потому что локацию на этой карте ставить очень сложно. Это любимая карта Гуди, ты че? Точно? Ну как, он на Lost Temple такие матчи выдает, как против Адель Скотта, против... Смотри, пробка почти убила КСМ-ку. Нет, залечил вовремя, отремонтировал. Залечил до смерти свою КСМ-ку. Гуди спас, так сказать. Слушай, мы тут пропустили первые две минуты игры. Тут столько всего интересного происходило. Просто ходили рабы и добывали минералы. Это люди жалуются. Вы пропустили первых три минуты. Ну, я им расскажу, что там было. Ну, короче, что было. У Хасоопса ходили рабы и добывали минералы. И у Гуди ходили рабы и добивали минералы. Видите, что мы это пропустили? Да. Ну, так получилось. Почему ты не сказал, что каждый из них добыл там по сто? Я не считал. Нет, ну, надо было сказать. Это очень важный момент. Так, построилась уже кибернеточка. И смотри, убивается КСМ-ка здесь гудевская. Гудявская. Гудявская. А как же правильно сказать? Гудиевская, что ли, или что? Наверное. Ну, Гуди добавляет факту. Пристройка на барак. Это что-то новое. Это что-то новое. Все-таки, слава богу, не увидимые опять техники. Это, кстати, это хорошо. Что немножечко уже надоели эти стандартные эстраты товарища из Германии. Ну, вот Хасоопс. Хасоопс ставит Роботикс очень быстрый. Заказывает еще одного сталкера. В принципе, его не проломишь. И быстрый Роботикс, что может значить? Это... Подожди, быстрый Роботикс, это значит, что будет быстрый обсервер. Соответственно, у Хасоопса будет контроль по карте какое-то время. Вот. То есть, это сейвовый вариант. Это так играл Вайтра, весь Intel Extreme Masters. Вот. Именно барак Роботикс. Вот. И, в общем-то, довольно хорошо выигрывал все матчи. Ну, кроме финального. Так. Я думаю, против Гуди это хороший вариант. Потому что, честно говоря, я не помню точно какой стиль у Гуди против процесса. Вот. То есть... Я тебе скажу. Я могу подозревать, что там танки. Танки. Да. Возможно, у него... Танки, 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 танки. У меня просто, ну, наверное, хаткей, там, знаешь, разбит уже такой, там, ужасно. Просто буква С, там, давай, давай, танки. Да. Так, локация будет? Ну, чтобы уже первый танк, и нету еще... А, делается. Есть локация. И Сич строится, то есть, да. Сич, да. Ну, и заказал ЦЦшечку. У нас Гуди, такой металлист, кто его лично видел, такой веселый пацанчик с длинными волосами. Такой явно похож на типа из серии про Вов в сериале Соус Парк. Ты его видел, да, на Intel Extreme Master? Да, на Intel Extreme Master здесь был, я с ним общался. Мы даже после Intel Extreme Master попили пивка, посидели, пообщались. Довольно приятный чувак в общении, ну, очень своеобразный. А я, честно говоря, пытался с ним поговорить, но я так и не понял, что он мне говорил. У него ужасный английский, да, это проблема. Ну, как бы, ну, как? У него английский с ужасным немецким акцентом, и нам не понять, потому что у нас английский с ужасным акцентом русским, а у него с немецким. И в итоге, в итоге, получается какая-то билиберда, и друг друга никто не понимает, и поэтому мы... Ну, вот у меня тоже, я ему говорю, привет, чувак, ты меня помнишь. Он мне что-то сказал, я говорю, ну, окей, и пошел. Пообщались, да, пообщались. Мы друг друга поняли. Так, ну что, уже локация тоже строится у Хасуопса, добавляется еще, а, то есть уже четыре гейта будет, да, делается обсервер, а, второй уже обсервер делается. Да, вот один уже летает. Не достает, не достает иммортал и сталкер до танка, а тут иммортал сейчас помрет. Или нет, все-таки, не смотри, он тащит. Убивай танк, хорош! Ну, просто нереально. Два танка минусуются, сейчас Хасуопса и потерял вообще ничего. Красавчик, красавчик. И смотри, под обсервером строится туреточка. Вот иммортал, иммортал, это, блин, читерский юнит. Действительно читерский юнит. Ну, наверное, слушай. Вот стоит туретку, потому что понимаешь, как там убивать, убивать этого обсервера. Ну, уйдет Хас, конечно, не будет дальше тут творить чудеса. Он убил два танка, не потеряв ничего, то есть просто сопернику своему 300 на 300 почти минералов заставил потратить впустую, 300 минералов, 250 газа. И за счет этого он уже будет иметь неплохое преимущество, потому что, видишь, минералы Гуди всегда под ноль. В заказе у него там всего один танк и начинает отстраивать сейчас свою экономику. То есть появилась у него вторая локация, начинает там работать мули, второй, третий, четвертый газ достраивается. Вот сейчас будет или переводить рабов, да, сразу переводит рабов на газ. Ну... Ну, все правильно делает Хасуопс, у него делается эрвотнический вызов. Соответственно, как я и говорил, здесь террано выйти сложно. Вот, на третью локацию. Вот, на острове, как бы, тоже не вариант занимать, потому что будет блинк и можно построить, если что, призму, искривление. Вот, на варпе туда войска. Это Immortal божит, продолжает божить, правда, вроде бы его божение уже закончилось, да, тут смысла большого. Хотя тут редко минусует, ты посмотри, и вообще даже жизни не теряют. То есть танки по ним никого урона особого не наносят. Не, ну, по сути, да. А Immortal сколько? На три выстрела аж танку? Только, по-моему, да. Только сняли энергию, и на этом все закончилось. Вот, и убил туретку. То есть, по-моему, это так не должно быть, как ты думаешь? Честно, я, конечно, не меряю, а это, ну... Ладно... Ну, Хасуопс, не заходя на хайграунд, ничего толком не делая, просто... Ну, смотри, танки, ну, по этим... Ну, почти не бьют. Ну, как бьют, ну, это просто смешной дэмэдж. И опять заставляет он отменить Гуди туретку, и, ну, блин, тяжело сейчас Террану. Закрыли его, Террана закрыли, просто не дают ему что-либо интересного сделать, а тем временем, тем временем уже есть один колосс и грейд на дальность. Ну, смотри, еще одна туретка минусуется. Ну, правда, он сейчас, наверное, умрет ему. Просто фантастика, он убивает третью туретку и не теряет, опять ничего, ну, это просто. У него просто нету потерь. Вот просто у нас... В очку Гуэль щелкаешь на клавиатуре и просто офигеваешь. У Гуди потери на 6 юнитов и 950 ресурсов, а у Хасуопса просто 0-0. Это фантастика. И третья локация. И еще, смотри, что убьет же. Раз, еще залп, еще один. Это фантастика. Просто что творит Хасовсон? По кулдауну подходит, убивает туретку, отводит этого красавчика. Там Гуди, наверное, волосы рвет свои длинные сейчас. Он не понимает, что делать. Что с ним делать вообще? И он собирается выходить, да, вместе с КСМ-ками. Ну, как бы маловато, ты знаешь, у Хасу здесь два колосса. У Хасу вообще войск нет. Два колосса и, ну, не хватает простого мяса, так сказать. А, он строит, смотри, он строит зачем-то фотонки. Но, видимо, боится. Ё-й-й-й-й-й-й-й, тут Гиллионы заезжает на колоссов. Нужно уводить. Минус один Гиллион. СЦВшка минус еще. Хорошая микро и колоссами показывает Хасу Опс. Минус три, минус четыре Гиллиона. Я ноль потерю Хасу по-прежнему, ноль. От 1850 ресурсов уже потерял Гуди. Что творит Хасу Опс? Зато теперь Гуди взял инициативу, он перекрыл сейчас Хасу Опсу. Да, 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 он наконец-то занял такой центр. Да, и ставит теперь Туретку, и теперь, конечно же, ему Хасу Опс не помешает. Тут особо не подойдешь против пяти танков. Даже имморталы не выживут. Да, ну, я думаю, когда скопит такой ремит серьезный, Хасу Опс, он просто выйдет и без шанса все танки убьет. Потому что, опять же, одни танки против имморталов, против колоссов, они не канают. Хотя, знаешь, если так грамотно расставить их, как сейчас сделал Гуди, то, может, и получится. Тем более, он сейчас пережал... Знаешь, вот кажется, что делай, не делай, Терен все равно выиграет. Да, мне тоже так кажется. Как бы не божил сейчас Хасу. Знаешь, как когда-то Гарри Линекер про футбол говорил, что это игра, где играет 22 человека, выиграют всегда немцы. То же самое про StarCraft. Игра, в которой играет 14-миноль людей, выиграют всегда Терен. Так смотри, на лом тут, на центр, минусуются несколько танков, минус 3 танков. Правда, вот эти вот танки... Бивай, убивай, это танк! Ой, рассыпаются колоссы. Колоссы! Да, тут такой залп от этих пятерых танков, получили колоссы и... Осталось у одного колосса всего 10-10 хп, второй фуловый. Танки заняли вообще все выходы, то есть не выйти с мейна, можно выйти с мейна только, ну что, можно варпать, в принципе. Вилат, мы горим, по-моему. В смысле, мы горим? Ты не чувствуешь запах? Да, что-то горит. Что у нас сгорело здесь? Или кажется? Нет, не кажется, что у нас сгорело. Горит, горит. Ладно, да, еще что-то... Проводами. Ладно. Ладно, это не важно, это не наши проблемы. Так. Ну, какие могут быть выходы сейчас у Хасопса? Да, выходов нет. На самом деле, убили локацию на натуральной. Выход есть всегда. Во-первых. Точно? Ну, что сделать? Ну и Гуди начинает играть в свою любимую другую. Так, поехали гелионы, здесь, правда, локации нет, но с следующего раза, естественно, гелионы найдут. Гуди же не знает, что у Хасопса там локация. А почему же он не поехал туда сразу? Не знаю, не знаю. Возможно, он думал, что еще одна локация где-то есть. Ну, нет. Хасопс не такой суровый, чтобы ставить сразу две локации. И все-таки как-то отжимается сейчас Хасопс, но хотя я бы не сказал так. Сложно очень играть в Протасу, как видите, на этой карте. Просто террин пришел, разложил свои танки и до свидания, Протас. Ты знаешь, сейчас люди начнут опять жаловаться насчет того, что баланса в Старкрафте нет. Карты. На картах баланса нет. Если бы карта была какая-нибудь другая, там, где нужно было террину идти хотя бы секунд сорок, а не пять секунд до мейна оппонента. Это было все нормально. Так, гелионы тут поездят, но тут есть блинг, есть... Ой-ой-ой, сейчас может быть как ездить. Ай, не успел, не успел. Один залп, отдал двое, последний гелион, еще четыре пробки выжил. По-моему, там немного было, слушай. Но все равно заезд неплохой. И смотри, по потерям-то, кстати, уже почти догнал, догнал Гуди Хасопсов 5600 на 4300. Ой, и снова божит Хасопсовыми колоссами, минусует всех гелионов. Но чем выбивать опять же танков непонятно? Вот эти танки. Да просто, как делал Вайтра. Куда, 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 куда? Ой-ой-ой, подожди, что такое? Хотя, подожди, массы зелота, их нечем убивать. Смотри, вырезает он все пять танков, но тут еще два стоит танка и есть уже. Два, три, ой-ой-ой, да тут вообще reinforcement arrived, как говорят, дофигища всего. И викингов добавляют против колоссов. Танки раскладываются, нужно отводить колосса, одного убивает. Колосс живет, живет. А викингов чем убить, а? Не, варпаются много сталкеров, так что нормально. Не убиваются викинги с блинка, хорош! Убить! Ой-ой, какой хороший микро Хасопс показывает, без потерь абсолютно минус два викинга. И, в общем-то, сейчас, я думаю, выравнивают всю ситуацию. Даже, наверное, в плюсе сейчас Хасопс остается. Хотя я бы не стал сейчас ломиться, нужно подкопить больше армии. Ровный лимит. И снова Гуди теряет. Нет, не рискнул Хасопс дальше. Ну вот тут Хасопс дальше не пошел, потому что, конечно, теряет сталкеров. Так, что у нас? Третья локация работает Хасопс, натурал, естественно, устраивать нет смысла, потому что... Так, и здесь минус один танк. Правда, теряется обсервер. Но танк, конечно, это размен в плюс на обсервера. Так, добавляет еще и викингов. Есть два Тора. Неужели такую наглую локацию будет ставить сейчас Гуди? Слушай, а может попытаться блинкануться на мейн? Смотри... Блинкануться? Ну, в общем-то, да, можно. Ну, понимаешь, Хасопс не знает, что там происходит. Вдруг там пару танков стоит. Да, уже на нет. Четыре викинга уже у нас здесь летает. Смотри, у Гуди... Ой-ой-ой, куда пошли? Ужас просто. Вот сейчас проконтролил Хасу. Только мы хвалили его за хорошие микро, и тут такой просто фейл делает Хасу. Ах, Гуди занимает остров. У Хасу третья локация уже работает на полную катушку. Не, ну так, конечно, фейлить не нужно, но не знаю. Викинги есть, они растут постоянно, их не количество. Хотя, вроде бы, перестал сейчас, да. Перестал Гуди строить их. Видимо, не знаю, на что он рассчитывает. Гуди решил подкопить ресурсов немножко. Будет заходить на мейн. Да, запрыгивает на мейн. Ну, колоссы тут. Один умирает, второй же тоже. Нужно фокусить викингов. О ОООООООУ. ТЫ ПУСЕЛСВА. Я просто болею за протас, мне бесят террены. А тут такой просто... Но это фейл, конечно же. Не очень, не очень. Не очень. Ну, он убил, да, там, парочку танков. Но это, безусловно, минус. Потому что три колосса он потерял на ровном месте на пяти викингах. То есть это... Но смотрите, зато Хасс Овс контролит карту пока. У него есть контроль. Неужели вот так вот просто зайдут танки и убьют Хасу Обсад? Блин, что же тут происходит такое? Чем отбивать это? Чем убивать? Скажи мне, Вилат. Да ничем. Террона вообще ничем не убьешь, по-моему. Так, я не знаю вообще, что сейчас можешь сделать. Хасу Обс. Тут поднялись наверх танки, их уже не остановить. Просто не остановить. Да, они будут еще сверху обстреливать, зайти не получится 100%. Нужно сделать контратаку, не стоять на месте. Нет смысла стоять на месте. Почему не соображает вот это вот дело Хасу Обс? Нужно просто пойти в контратаку и все, убить вторую локацию Террона. Посмотрите, сколько здесь рабочих. Здесь основная масса КСМ. Две пачки КСМ здесь тусуют. Блин, этот Гуди, это просто... Гуди такой Гуди, я просто в шоке. Это капец. Ну тоже Хасу Обс ошибается. Если бы он сразу пошел в контратаку, было бы все хорошо. Да, понятно. Может быть, ну, в принципе, ему не надо было наламываться. Хотя, вот сейчас смотри, пойдет он на золото, убьет. Сейчас его просто... Нет, не успеет Гуди пережать его, да. Он потеряет золотую локацию 100%, потому что здесь... Ну и останутся они, получается, три в три? Три в три? Нет. Ну еще и вторую локацию должен потерять будет Гуди. Ай, смотри, построил призму искривления и дропается здесь, варпается. Ой, и там есть у нас Дарк, боже мой. Да все... Ай, Планетарк отстреливает его, беда, беда. Как это беда? А, там просветка была, ясно. Но все равно просветок не запасешься. Сейчас еще одного туда Дарка бросим. Ну, 163 на 115. Ну, тут редко строится. Нужно быстрее Сталкер этого, Дарка туда варпать. Так, выбивается вторая локация, но здесь есть танки и куча. Посмотри, сколько гелионов сейчас у Гуди, это просто что-то невообразимое. Тут рассыпаются буквально мгновенно все зелоты, которых, в общем-то, мало. И Сталкерам тоже не поздоровится особо. Так, тут да, ну здесь есть туретка уже, есть туретка и... У Гуди сейчас работает только остров, и то он не работает, по сути. Глянь, его инкам, у него инкама почти нету. У него 100 на 100 инкамы, в то время у Хасопсу 1200 на 500. Да, безусловно. Еще добавляется несколько бараков, несколько... Так, у нас что? Да, 5 бараков. Правда, можно варпить оттуда только зелотов. Еще не достроилась кибернетка. Ну, и тут 2 локации работающие у Хасопс. Безусловно, у него сейчас по ресурсам преимущество. Но, но... Нету войск, мало войск, точнее. Вот, нужно сейчас сдерживать здесь Гуди, иначе просто убьют. Уходить, уходить с МИДа нужно сейчас Хасопсу. Так вот, сарайла локации снова, ну тут минералы тоже закончились. И даже если сейчас... Это успех. Посмотри, сколько рабочих стоит сейчас у Гуди на Мэйне, и... 25 ксм-ок добывают газ. На 1 локации на Мэйне у Гуди. Ну, 25 ксм-ок добывают газ, что бы нет. Нормально. Никто не запрещает. Ну да, газ нужно выкачать весь. Украинец, видимо, да? Наверное. Ой-ой-ой, зачем же нужно, зачем было сломиться? Он теряет почти всех своих имморталов сейчас. Ой-ой-ой, что, ну... Какие-то фейлы непонятные происходят у Хасопсу. Посмотри, Гелиона просто убивают имморталов. Это, я не знаю, что... Когда ты видел, что бы просто Гелиона брали и выжигали вот так вот имморталов наглые. Теряет все свои ОСК сейчас Хасопсу. У него есть, конечно, пару темных тампларов, небольшое количество сталкеров, но нечем бороться против такой армии. Сейчас просто Гуди придет и убьет его. Несмотря на то, что у него нет инкама. Ничего здесь не поделать. Вот так вот. Ну, не стоило его терять так глупо свои ОСК. Это ужасно глупая потеря была. Хасу сейчас нужно хамиться. Ему сейчас нужно куда-то убегать отсюда. Убегай, убегай. Не дерись с ним. Ой, ну, 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 он потерял опять Даркову. Теряет еще сталкеров, давит его Гуди. Ну, все, и пойдет сейчас забирать вот здесь справа обе локации и ничего не сделаешь. Как у него так получается? Ну, опять же, если бы сейчас не пошел бы, а просто накопил армию Хасопсу, он бы победил. Я просто в этом уверен. Да, конечно. Ну, вот так как он наломился, смотри, да, он тут варпается, блинкается сталкерами. Но, опять же, он не знает о том, что работает третья локация на Золоте. То есть, если бы он, конечно, знал, он бы сейчас убил эту локацию. Гуди обстался. Да, да, да. Ну, что? Тут, по сути, джи-джи. По сути, да. Хотя, дарк нарезает. Ну, дарк это такое. Да, уже была использована просветочка. Да, и не откуда скоро будет дарк варпить-то. Хотя еще дарк шрайн есть, но убиваются бараки, остается четыре. Эх, ну, скажи, ну, как против него играть? Нет, ну, нет. Вот ты знаешь, он будет играть технику, он будет играть масс-технику. Вот что против него делать? Против этой барки. Мог бы, мог бы, мог бы играть Хасуопс даже два раза, но он протупил. Конечно, безусловно, Гуди, он очень хорошо Хасуопс играл, хорошо микрил, намного лучше, чем это делал Гуди. Гуди вообще микрил, или он просто разлаживал свои танки, я, честно говоря, не могу. Ну, посмотри на его АПМ. Что? Поймешь все. Ой. 35-35-35. 30-35. И, собственно, 90-средний АПМ, это просто зашкар. У меня в доте АПМ выше. Да у меня... У компа АПМ выше. А, у компа выше. Не, ну чё, Гуди играет, а, на расслабоне, да, там, как этот... Смотри, у него КСМ здесь добывает минералы, чтобы не дать... Ага. Зачем они тут стоят? Это был выход с КСМ-ками. Разбросаны войска сейчас у Хаса ОПСа. Да, кстати, у него есть рабочая локация и есть откуда строить. Построилась призма искривления. Думаю, сейчас будет выбиваться локация на острове. Хотя тут планетарка, и её особо-то не выбьешь. Да, тут выбивают все соплавие. Посмотри на Гудевский лимит. У него 115 на 86 красный лимит. Соответственно, он строить ничего не может. Да и ему хватает этой армии, которая у него есть. Ему строить ничего не нужно. Да, тут просто иди и вообще убивай любую армию. Гуди такой невыгодный игрок для организаторов турнира, потому что он просто все сроки сбивает. Очередная 30-минутная игра. Да, кстати. Ну, это не рекорд, я думаю, если вы помните Intel Extreme Masters европейские финалы. Именно на этой карте Гуди с Трискоттом играли 90 минут. Ну, тут вроде бы 90 минут не будет, я так понимаю. Ну да, тут сейчас уже будет, наверное, беда. Сейчас, наверное, уже Gigi напишет Хасу Опс. Хотя, это все сталкеры заходят, тут не достаёт планетарок. Ну, он выжигает, они... Тут локация ещё одна есть у Гуди, о которой точно не знает Хасу Опс. Причём, заранее там были переведены море просто КСМ-ок. Поэтому... Да, и последняя рабочая локация сейчас Хасу Опса. Смотри, два сталкера наверху убивают всех рабов. Да, но... Тут ещё 20 пачка рабов катается сверху у Гуди. Ну, ещё одна локация. Правда, у него нету... Нет, неоткуда строить войска. Соответственно... Ну, а у Хасу Опса... А у Хасу Опса есть запас по деньгам маленький. Но у Гуди есть локация, которая на трёх часах, у Хасу Опса есть на двенадцать часах. Мас-фатонки. Я требую Мас-фатонки сейчас. Я требую. Я требую. Просто без вариантов. Так, ну... Дело в том, что... Пытается отстроить свои суп-лайки, чтобы... Если бы сейчас зашли пару сталкеров, могло бы всё поменяться. Ты знаешь, тут чем пахнет? По сути, кроме того, что сейчас будет убито наверху, оно будет убито, у Гуди остаётся всего. Вот эта локация. Можно её просто... Причём минералов тут нет, фактически. Нет, я имею в виду правая локация. Да, минералов тут нет. И как бы... И запаса по минералам нет, и зданий, по сути, не так уж много. Ну, газа там 600 запас есть, газилок нету. Ну, короче, всё тяжело. Да, но вот наверху, конечно, никак не убьёшь ты планетарку. Хотя... Да нет, убьёшь. Сейчас последний рабочий был убит, всё, уже нечем чинить её. Там вообще постраивается КСМ. Ну, конечно, это бессмысленно вообще. Планетарка есть, она ничего не делает. Заезжает Гелеон, посмотри, здесь... Парочку киллов было у него. Да, и строятся Фатонки. Блин, игра получается какая-то, просто какая-то, вот такая вот, понимаешь? Ну, слышал мою молитву, смотри, ставит. Правда, не масла Тонки, но всё равно. Так. Да, здесь умирает последний рабочий, который пытается захидан ранить планетарку. Ну и нужно собирать... Посмотри, на острове сейчас ставят Хасобс локацию, и Гуди туда никак не сможет забраться на самом-то деле. У него нет дропшипов, нету медивоков. У него нету ничего. Ему вообще нужно барак хотя бы один построить, а он строит, он барак. Ещё одно ТЦ. Мы начинаем КВН, всё сначала. Просто они поменялись локациями и пересели на другие, и начинают на ново играть. Так, почему не делаются пробочки, я не понимаю. Что такое вообще? Минералы есть? Минералы есть? Мед капусту, видимо, на что-то. Или... Чё-то непонятно. Ну... А он ещё одну локацию, уже третья локация у Хасобса строится. Хасобс начинает наглеть. Да, это, конечно, наглость уже на самом деле. 35 минут у нас идёт игра, вот наверху эту планетарку таки не убить, ну и она, ну и она не работает. Толп с неё никакой. Как-то сильно потратил сейчас ресурс Хасобс, соответственно, у него нет просто денег, чтобы строить рабочих. Ну, у Хасобса, блин, вот действительно, по-моему, жаль он отказался вот вообще. Нужно отменять локацию. Вот и порталов от массы морталов, ну. Такую отменять? Нижнюю ты имеешь в виду? Которую сейчас строится. Да, две должно хватить. Ну смотри, на острове она уже работает, тут и сейчас вот заказал две пробки на острове. Просто у меня не хватает минерала, чтобы non-stop строить пробки, вот и всё. Да? Ну, Гуди, Гуди, это Гуди. Моментально добавляется три факторки. Я сейчас вспомнил песенку, что-то о Гуди, о Гуди, о Гуди, как люди, вот такое вот что. Вот, я не помню, кто её пил. Гуди, ничего. Слушай, чё ты курил вообще? Я не понял. Ничего меня не позвал, как говорят. А нужно было? Так, ладно. Локация третья, естественно, не работает. Так, мне нужно успокоить снова. Гладкий дистанк. Так, ставится ещё одна локация. Я не знаю, зачем построил её Гуди, на самом деле, можно было просто перевести. Так, решил, да, чуть посмеяться, Юхаринстар, Малёха. Ну, то такое. Тут пишут, я вижу в чате, что в сильно предвзятые отношения, почему вы так не любите Гуди. Ну, а за что его любить? Ну, он играет в уникально скучную игру. Ну, это просто... Ой, какой блинк по танке! Эпический блинк, друзья, эпический блинк. Ну, здесь всё уже, на самом деле. После такого блинка можно выходить и писать ГГ. Хотя, опять же, почему Гуди не спешит? Вот из-за того, что он не спешит, он может реально поплатиться за свою такую пассивную игру. Потому что локации работают сейчас, уха СОПСа. Правда, Гуди сейчас очень хорошо знает, что третья локация на острове есть. Барак, он прям наглый. Вот, посмотрите, что делает Гуди сейчас. Он строит прям впритык локации этих самых, Мариносов. Блин, ну, так вот наглую просто полететь бараком на острове и сесть, это вообще просто. Будут две фотонки, сталкеры, блин, ну, да, вот улетай, улетай, Гуди. Тут тебе ничего не светит. Ну, это просто породай. Эта игра уже попахивает. Просто. Да. Банша, Банша решит вопрос, встать. Банша с Лизом решит все вопросы. Да, это сто процентов. Хотя, здесь фотонки-то есть, слушай. Две фотонки и... Фотонки-то просветка, соответственно, есть, можно варпнуть. сталкеров. Тут минусуется, по-моему, одна Банша, если я не ошибаюсь, нет? И у второй Банша остается очень мало хп, но правда, нет, нечем ее... Так, сталкеры... И под фотоночки, под фотоночки Банша не полетела. Не, не полетел, не полетел. А я думал, я думал, что Гуиди забудет. Так, смотри, снова строят КСМ, а тут-то сталкер есть. Да, но тут, как бы, КСМ добывать не будет, потому что сталкер там стоит на патруле, он просто будет убивать. А зачем тогда было... Ну ладно, может, по мисклику просто? Может быть. Не знаю. Три гиллиона, смотри, на третий лок. И что же, минус все рабочие, вот так вот. Пробки еще решили подраться. Вот, действительно, не понимаю, почему Хасу еще не левает. По-моему, ну ты знаешь, при таком стиле игры Гути можно и не левать еще долго, еще минут 20. Сминус-то, да, ничего, Эх, тяжело, так как сейчас Хасу, но, опять-таки, две на две локации, по сути, что-то еще может получиться. Хотя, наверное, ничего не получится. Властик отстраивает сейчас Хасу, опс. Ну, ему нужно в сервер. Ну, так он и делает его, в первую очередь. Правильно. Мужик, уважаю. Так, я, я, да, это будет батлкрузер, слушай, Велат. Ну, конечно же, это же Гуди. как? Он сначала все минералы на карте высосет, а потом сделает батлкрузер и выиграет через атаку. Это ж... есть призмы искривления, в общем-то, можно производить, хотя тут две локации всего лишь и особо... Так, а как, когда убили этого сталкера, я не понял. На какого? На острове. Кто это сделал вообще? Рабами запилили, видишь? Да ладно. Слушай, рабами, тут всего три рабочих было, он бы не запилил бы, даже если очень хотел. А, Банша, Банша, Банша. А, Банша, да, кстати, я забыл про нее. Так, ну и сейчас получается, ну, локации-то все равно работают, у Хас-Опса, три локации-то работают, вот, правда, роботикс немножко не в том месте поставил, Хас-Опс, вот, что он, разве что колоссов можно оттуда делать, больше ничего, ну и обсерверов тоже, в общем, хотя, для имморталов есть призмы искривления, если что передропать, получите туда. Очень как-то скучновато стало. Они строятся, заново такое, Сим-Сити, после ядерной атаки, отстраиваются люди. Сим-Сити, после ядерной атаки. Сравнил, конечно. 43 минуты уже идет игра. я еще ставлю на минут 15. Как ты думаешь, тут еще подстраивает Хас-Опс, так что у него тут, а, Тор, дроп Тора, и нечем убивать, тут два танка еще подстреливают его, пилончики все приходится отменять, имморталов выйти, естественно, не успеет, что Тор просто божит, крейды у Гуди 1-1, упиши уже, Джи-Джи. Да не напишет он, он борется, он борец, Хас-Опс. еще одно феноменально захватывающую игру в исполнении. Слушай, нам оказывается, Гуди стрим уже задержал на минут 20, наверное, это еще не было второй игры, если такие игры будут по 50 минут, то мы уйдем с тобой сегодня в час ночи. Да. Так у нас же финал еще не забывает. Смотри, масса Вайдрей строит сейчас, Хас-Опс, наверное, правильное решение, потому что, хотя тут, блин, тут батл... Ну и что? Что ты сделаешь? Там батлкрузеры, там Тор есть. Я не знаю, против батлкрузеров хороши Вайдрей, Торов маловато, и танки, они вроде бы по воздуху не стреляют. Так. Ну, Примаш выбивает сейчас локацию, спасает Хас-Опс сейчас своих рабочих. Он пытается что-то сделать, но не знаю. Слушай, Вайл-Аут. Ну, все-таки... По-моему, тут ничего не получится, я уверен, в этом 100%. Ну, можно... Нет, тут уже ничего не получится. где эти два Вайдрей, где они вообще строятся? А, вот наверху вижу. Под бустами энергии хватает? 4, ну, 6, там 7 Вайдреев, плюс 1, может быть. Может быть. Но, там же имеется сколько, как говорят, аэропортов-то много, а? Аэропортов? Аэропортов, а? Сколько там? Намного. Ну, один. Сколько? Один. Один всего? Два, два. Три. Ну, с одного нельзя строить батлкрузеры, слушай. Комментаторы фейспалм. Да ладно! Комментаторы фейспалм! Да ну! Вы что, это увлекательнейшее зрелище 46-минутное. Так, ну все, друзья, это окончательный налом, соответственно, тут... Угуди вырос АПМ! Где? Где, где, где? 70 должен? 70, началось. Так, стенка из пилонов. Наверное, надо начинать юзать клавиатуру, лучше играть сложно, и в одной мышке не справишься. Так, ответ на налом сейчас от красоты оба СФ. Представляю, сейчас начнется все сначала. Он убьет ему весь мейн. Да. Они снова разменяются. Где эти вайдрайв? Они отдыхают пока. Они копятся, отдыхают. Сколько здесь? 5 штучек будет? 5 вайдрайв. Ну, естественно, они не справятся. Даже как бы они не были разогреты, они не смогут справиться с таким количеством крейсеров. Даже с этими торами, наверное, не справятся они. Так, ну что ж, идет на смерть. Сейчас Хасу ОПС. Командир сказал, ребята, боремся на смерть. До конца. Да, до проигрышного конца. Вот смотри, это ж поубивал викинга, плюс, но там с Яматой, да, с Яматой. Ой, ой, бедный сталкер, ну. Застрял. Подстрял так чуть-чуть. Посмотри, какой радиус у Яматы там просто вайдрайв рассыпается. Ну и толку с этих вайдрайв абсолютно нет никакого. Ну как бы уливать ты уже, давай я ему напишу. Погоня, погоня идет, погоня. Милан, врубай сирены, сирены. ой. Дальше не стал гоняться. у Battlecruiser'а скорость подняли, передвижение. Заметил, да, они быстрее все-таки летать стали. Ой, еще одна Яматоган сразу минус вайдрай. Что-то не тащит хасопс. Ну что-то да, что-то тяжеловато ему, знаешь, как-то непонятно. Ой, еще две Яматоганши и... Наверное, разница в 100 лимита все-таки сказывается на игре. Зато минус-ну сейчас хасопс, Battlecruiser, то есть это уже плюс. Сейчас можно еще затащить. 5 сталкеров, все остается против. 5 battlecruiser'ов. Как думаешь, хватит ли микро хасопс? У хасопса? Да. Микро? Конечно. Мозга не хватит, чтобы эффект описать, ты про микро говоришь. Чего хочешь? Да ладно тебе, он просто борец. Он борется до конца, до последнего юнита, еще подними барак и унеси его в самый угол карты и потом напиши ну давай ищи меня и пойди курить. Это ж вообще такой фан. Да, сейчас говорят, чтобы губы директоричества отрубили. Вот будет весело. Не представишь переигрок. Так нам таких не нужно вещей. база хасопса. Наконец-то не восстановлено. Слушай, чудо свершилось. Последняя база выбивается. Правда, есть пилоны, которые тоже нужно искать. А, и призмы искривления. Тащи, сейчас он затащит, смотри. Да, да, ой, затащил. Я в водителе НЛО, что он тут затащит, все понятно. Джи-джи, наконец-то. 51 минута 14 секунд. Поздравляю, Вилат, наконец-то первая игра закончилась. Да есть. Ну что ж, у нас перерыва не будет, но будет перерыв, будет стоп-старт через пару минут. Так что, если у вас пропадет связь с нашим стримом, то мы знаете, что мы в оффлайне. Так, вторая игра. Карту мы еще не знаем. Сейчас я посмотрю. Так, Шакурас, Шакурас секунд. Все, я понял. Уже нас приглашает, Вилат, заходим. Вилат. Сейчас. Давай, Таши. Подожди, я еще Мишкер. 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 Мишкер там, кого-то. И Падокса. Это ж, подожди, это ж в эту игру получается Падокса не зашел, да? Да, это в эту игру Падокс. А, и тут Касс хочет посмотреть. Касс решил поопсить. Стример случайно не Лукашенко, Вилат. А, ищи. А он так говорил? Я просто не знаю. Нет, так говорил не Лукашенко, поверь мне. Нету Падокса до сих пор. Или Падокса. Его нету. Будем ждать или нет? Что там говорит? Good Game. Говорит, что go, go, go. Ага, то есть, да, ребята не хотят ждать больше. Ну ладно, друзья, у нас стоп-старт, не переключайтесь, мы вернемся через 30 секунд. Надо сразу разобраться. Ну ладно,